Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Медицина высоких технологий УКБ стала пилотным центром для тестирования проекта Единоинформационной медицинской сети Российского общества хирургов. Ласковское и Уржинское озера открыты для купания. Роспотребнадзора проверк информацию ряда СМИ. Безопасность прежде всего. В Рязани прошел очередной рейд по маломерным судам. Шанс на жизнь в областной клинической больнице прошла еще одна операция, которая для медучреждения уже не является уникальной. Хотя в стране такие оперативные вмешательства доступны далеко не всем центрам. Подробности далее в сюжете. Сейчас за моей спиной идет операция по удалению злокачественной опухоли кишечника. Пациентке почти 70 лет. Операция направлена на продление жизни с минимальной потерей качества. Сейчас для областной клинической больницы такие операции – обычная вещь. Раньше они были штучными по всей стране. Операцию проводили методом лапароскопической резекции. Она длилась почти три часа. В бригаду вошли три врача-проктолога, две операционные медсестры, анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезист. Сам процесс транслировали в интернете. Областная клиническая больница стала одним из пилотных центров, где российское общество хирургов начало реализацию масштабного проекта по внедрению телемедицины. Смысл этого проекта в том, чтобы телемедицины охватить все ЛПУ и районные больницы, чтобы имели возможность районные хирурги, когда у них непонятная находка на операционном поле, показывать это операционное поле в очень высоком качестве, в качестве Full HD, как с нами консультировать. Мы сейчас экспертный центр. Чисто практическая вещь, которая работает в две страны. В одну сторону работает из экспертного центра на страну, на больнице, как обучающий, а в другую сторону работает как система шеф-хирург или система консилиума. ОКБ зарекомендовал себя как передовой центр во многих областях медицины. Среди них, конечно, лапароскопические операции. Они более сложны для врачей, но менее травматичны для пациентов. В этом плане областной клинической больницы есть чем гордиться, а самое главное, есть чем поделиться с другими специалистами. Поэтому ОКБ стал одним из первых, где провели видеотрансляцию. Хризанская областная больница – это одно из мест, где зародилась лапароскопическая хирургия, коллапактология. Этому процессу уже более 20 лет. Я думаю, что в году в 1993-1994 здесь начались эти операции при активном участии Дмитрия Анатольевича Кубезова, который сейчас является главным врачом. Второе – это, конечно, взаимопонимание, потому что у Российского общества хирургов полное взаимопонимание с больницей. Техническое обеспечение, благодаря которому удалось провести видеотрансляцию всей операции – самое современное. Трансляция операции проводится с использованием многонационального передвижного комплекса «Джемис», который позволяет транслировать в эфир сигналы, передающиеся любого, собственно говоря, оборудования, которое имеется в операционной, только в операционной, но и вообще в клинике. Оборудование уникальное. На сегодняшний день оно, наверное, в России единственное, не в единственном экземпляре, а единственное, которое может транслировать сигналы с любого оборудования в эфир. Передовые технологии телекоммуникаций прочно вошли в медицину. Это позволяет непрерывно обмениваться опытом. Это именно та отрасль, где необходимо постоянно учиться и совершенствоваться. И все ради выздоровления пациентов. К счастью, в Рязани есть такой передовой центр, как ОКБ, который не просто набирает обороты, но уверенно стремится достичь высоты во всех сферах. К этой видеотрансляции присоединились более 200 передовых хирургов со всей России. Это дает всем жителям региона надежду на реальное сохранение здоровья, достойное медицинское обслуживание и даже на саму жизнь. В этих стенах ее спасают каждый день. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В Ласковском и Ужинском озерах купаться разрешено. Рязанское управление Роспотребнадзора опровергло информацию ряда СМИ о том, что вода там не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Санитарные врачи проверяют все водоемы, в которых разрешено купаться. А их в регионе более 40. На этот раз они побывали на одном из барковских карьеров. Подробности далее. На первый взгляд кажется, что вода чистая, но на самом деле может оказаться, что купаться в ней опасно. Поэтому санитарные врачи раз в две недели приезжают на водоемы, чтобы отобрать пробы. Отбирают воду всегда утром и там, где еще не успели искупаться отдыхающие, чтобы правильно замерить прозрачность. Помощник санитарного врача Галина Щербакова приезжает на водоем с пробирками, ведрами и реактивами. Я сейчас отбираю анализ на растворенный кислород. Сначала я налила из ведра этой воды, а теперь я добавляю реактивы. Запах, аммиак, содержание нефтепродуктов, нитритов. Каждый образец отправляется в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. В зависимости от нахождения водоема число анализов, проводимых с пробой, колеблется от 12 до 39. А сама проверка может длиться до пяти дней. Каждый вторник на сайте Роспотребнадзора врачи публикуют список пляжей, на которых разрешено купаться. Данная вода, PH у нее 7,94. Это норма. Купаться можно. Несмотря на то, что основные показатели рязанских водоемов в норме, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать простые правила. Например, стараться, чтобы вода во время купания не попала в рот. Не только ее хлебать не стоит. Не стоит мыть посуду этой водой, ягоды, фрукты, овощи, поскольку это совершенно иные показатели. И я бы хотела обратить внимание родителей на то, чтобы в летний период при посещении пляжей все-таки следили за детьми в плане того, чтобы они не заглатывали эту воду. Требования к воде питьевой и воде, пригодные для купания, разные, поэтому лучше не рисковать своим здоровьем. А водоемы для отдыха выбирать те, которые прошли проверку, и купаться на них разрешено. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Хабаровском крае перевернулся катамаран с туристами. Во время происшествия погибла девушка. Пять человек смогли выбраться самостоятельно. 11 июня у Волгограда баржа столкнулась с катамараном, которым управлял пьяный экс-чиновник Дмитрий Хахалев. 11 человек погибли. Для того, чтобы эта печальная статистика не повторялась в нашем регионе, представители государственной инспекции по маломерным судам провели рейд по Оке. Там побывал Валерий Седов. Реки и озера привычно ассоциируются у нас с летним отдыхом. Пляж всегда был тем местом, куда можно было отправиться в выходные. А речные суда покататься и весело провести время. Однако далеко не всегда такой способ отдыха законный. Например, маломерным судам запрещено плавать по судоходным путям. А на необорудованных пляжах хоть и не запрещено, но купаться не рекомендуется. За соблюдением этих правил следят сотрудники ГИМСа. У них ежедневно проходят рейды. Сегодняшний рейд у нас посвящен профилактике поведения людей на водных объектах, проверка судоводителей, которые там встречаются, документов и правил пользования маломерным судами. За текущий год было выявлено 67 нарушений. Чаще всего они касались именно маломерных судов. Отсутствие освидетельствования, а также не обеспечена безопасность плавсредства. Сегодня маршрут – это верх при Киаке. Сотрудники планируют посетить также необорудованный для купания пляж. Рассекая волны на скорости 80 км в час, вперед летит судно «Мастер-651». Такое плавсредство у ГИМС единственное в Рязани. Ему всего 4 года. Стоит ли говорить, что кататься на волнах на нем сравнимо с ездой на автомобиле? И вот первая остановка. Купальный сезон уже начался, и на берегу много отдыхающих. В простонародье это место называется «Автомобильный пляж» из-за своей близости к дороге. Ежедневно здесь собираются десятки людей. Сегодняшний день, даже несмотря на сильный ветер, исключением не стал. Сейчас основная задача сотрудников ГИМСа – это профилактическая беседа. Они раздают памятки отдыхающим и просят их следить за детьми. А также не заплывать далеко. Течение на реке – быстрое. Я считаю, что это правильно. И люди должны быть уведомлены о том, как должно быть все. И надо постоянно напоминать. Потому что, мне кажется, хоть мы и знаем, но все равно как-то это все из головы стирается. Не дай бог, что случится, хоть и знает, что делать. Сейчас любого коснись, искусственное дыхание сделать не сможет. Или там кого-нибудь спасти. Только Сашкова, помнишь, там какие-нибудь азы минимальные. А это уже память еще освежит. Следующая остановка – Солочинский мост. Пока сверху водители стоят в километровых пробках, здесь внизу ни одного судна. Поэтому было принято решение поворачивать назад. Всего в Рязани и в области семь участков государственной инспекции по маломерным судам. Расположены они как в самом городе, так и в Сасове, Шилове и Касимове. И подобные рейды, особенно в летний сезон, проходят ежедневно. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Дело закрыто. Приговор вынесен. Владимиру Трушкину суд назначил наказание. Напомним, экс-зампред регионального правительства, занимая должность заместителя главы администрации города, получил взятку в особо крупном размере. Произошло это в его рабочем кабинете. Трушкин получил 80 тысяч рублей от учредителя одной из строительных организаций в июле 2015 года. В ходе следствия бывший политик признал свою вину и раскаялся. Приговором суда Владимиру Трушкину назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на два года. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. Их работа рисковать своей жизнью каждый день, пополнить ряды бравых сотрудников ОМОНа непросто. Однако, если стал частью этого братства, уходить не захочется вовсе. Ведь если ты решил посвятить свою жизнь Родине, обратного пути нет. Рабочий день сотрудника ОМОН начинается в 9 утра. Ежедневно они проходят мимо памятника павшим воинам, отдавшим свою жизнь служению Родины. А для кандидатов в ОМОН здесь все в новинку. Они проходят тренажерный зал мимо кабинетов других людей, которые активно заняты работой. Но сейчас у ребят другая задача – стать частью этого места. Одно из главных требований для сотрудника ОМОН – это физическая подготовка. Отжимания, пресс и другие силовые упражнения. Кандидат должен выполнить их на отлично. Кандидат должен иметь полное среднее образование, пройти срочную службу в вооруженных силах Российской Федерации, не иметь судимости, соответствовать по состоянию здоровья требованиям, предъявляемым в ОМОН. Сегодня Александр только пробует свои силы. Для него это не первый день в тренажерном зале. И далеко не последний. Сейчас его основная задача – это поддерживать свою физическую форму. Вступительным испытанием он полностью готов. Для него служение Родине – осмысленный выбор. Хочу служить Родине, потому что это настоящая мужская работа. Здесь есть возможность самосовершенства, физической подготовки, психологической. Вообще эта работа очень престижная – служить Родине. У Александра дядя пример для подражания. Он – участник боевых действий. Выбор Александра он одобрил. Молодой человек тренируется не один. Все люди здесь удовлетворяют главным условиям. Тестерина по физической подготовке включает в себя кросс 3000 метров за время не более 11 минут 45 секунд, подтягивание на перекладне – 18 раз, комплексное силовое упражнение, выпрыгивание из низкого приседа – 60 раз, отжимание от пола – 60 раз. Стать сотрудником ОМОНа может каждый. Работа, как признаются сотрудники, не из легких. Здесь есть свои плюсы и минусы. Однако всегда найдутся люди, которых такие трудности не страшат. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Все ипотечные предложения, доступные рязанцам, теперь будет проверять общественная комиссия. Лучшее предложение будет определять по семи критериям экспертной жюри. Где лучше приобрести квартиру, расскажет еженедельник «Комсомольская правда», который каждые четыре месяца будет публиковать результаты. Без кредита жилье не приобрести. В этом году по итогам первых четырех месяцев ипотеку взяли почти в два раза больше рязанцев, чем в аналогичном периоде 2017 года. Сумма кредитов более 6,5 миллиардов рублей. Между тем в Рязани действующих предложений по ипотеке более 200. Оценить плюсы и минусы каждого желающим приобрести жилье довольно трудно. Поэтому еженедельник «Комсомольская правда» учредил новый конкурс на лучшую ипотечную программу в регионе. Мы посчитали, что людям нужен такой информационный ориентир, который бы мог помогать им содействовать в поиске этих программ в предоставлении. Действительно, лучший программ по объективным, понятным критериям. Отбирать лучшую ипотечную программу будет независимый жюри, в состав которого войдут ученые, архитекторы, застройщики, риэлторы, представители власти и финмониторинга. Критериев для оценки 7% по кредиту, сумма кредита, срок погашения, первоначальный взнос, рейтинг кредитной организации, процент одобрения и наличие скрытых повышающих коэффициентов. Кроме того, отбирать будут лучшую программу для семей с детьми, ипотеку для тех, кому более 50 лет, военную ипотеку и ипотеку для юридических лиц. Данный конкурс носит исключительно некоммерческий характер. То есть не получится так, что кто-то заплатил денег и победил в какой-то номинации. То есть здесь изначально не ставилось даже такой цели, потому что за этим конкурсом не стоит какая-то конкретная организация, которая пытается заработать на этом денег. Конкурс будет проводиться ежеквартально. Первые результаты станут известны уже в августе. Их опубликует еженедельник «Комсомольская правда», а также они будут доступны на интернет-портале kp.ru. Дина Исляева, Вячеслав Фролов, телекомпания «Город». В Рязанском государственном медицинском университете имени Ивана Петровича Павлова начала работу приемная комиссия. Сейчас вуз является сильнейшим в стране. Там обучается более 7,5 тысяч студентов. При этом в теоретическую подготовку включены инновационные методы и средства обучения. Работает лаборатория клеточных технологий. 70% занятий – практические. О том, какие медицинские специальности пользуются большей популярностью у абитуриентов – далее в сюжете. Из всех искусств медицина – самая благородная. Именно такой девиз в РязГМУ. Вуз по праву считается одним из лучших медицинских университетов страны. Сюда стремятся попасть абитуриенты более чем из 70 регионов России. В этом году выделено более тысячи мест по программам высшего и среднего профессионального образования. Мы ведем прием на специальности высшего образования. Это по программам специалитета, бакалавриата, магистратуру и также на специальности среднего профессионального образования. В этом году у нас открыт набор на две новые специальности – это акушерское дело и фармации. И также продолжаем набор на сельственское дело, лечебное дело. То есть это уже традиционно мы ребят обучаем на этих специальностях. Для абитуриентов, поступающих по программе среднего профессионального образования, приемы и зачисления ведутся по среднему баллу школьного аттестата. Вообще в РязГМУ более 60 специальностей, на которые ведется набор. По-прежнему лидирует лечебное дело. Далее по популярности идут стоматология и педиатрия. В прошлом году конкурс в ВУЗе был достаточно высок. На специальности лечебное дело он составлял 10 человек на место. По остальным специальностям цифра была еще выше. По результатам, опять же, прошлого года поступать в Рязанский медицинский университет приехали абитуриенты более чем из 70 регионов России. От Камчатки до Крыма. Не менее впечатляет и география целевого приема. Ингушетия, Ульяновск, Тамбовская, Липецкая, Орловская область. Это далеко не весь список. Важно, что для того, чтобы подать документы, не обязательно приезжать лично в ВУЗ. Можно это сделать прямо на официальном сайте РязГМУ. С официального сайта можно перейти из раздела «Прием документов от поступающих». Направляются в электронной форме. Собственно говоря, это сама форма. Сейчас просто уже личный кабинет мы создали. Поэтому можно посмотреть, как он выглядит. Заполняет абитуриент поля. Переходя по вкладкам, последовательно он информацию себе заполняет. И в итоге подает документы. Приемная комиссия только начала прием документов. Но абитуриенты уже активно идут навстречу своей будущей профессии. Я выбрала этот ВУЗ, потому что хочу стать медсестрой. Вообще я поступаю на сестринское дело высшее. Прием документов на бюджетные места продлится до 26 июля. На внебюджетные – до 8 августа. Приемная комиссия работает ежедневно, кроме воскресенья, по адресу. Город Рязань, улица Высоковольтная, дом 7, корпус 1. В будние дни с 9 до 17 часов, в субботу с 9 до 15. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпания «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко, каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры подогнал «Симон»!